В первый день турнира, согласно жеребьевке, на лед во дворце Большой вышли команды России и США, силовики из ПСО и полицейские из Бостона. После теплого дружеского приветствия соперников начинается игра. Матч получился интересным. Команды попытались показать быстрый хоккей. И это несмотря на то, что на поле вышли непрофессионалы. И более того, совсем не молодые по спортивным меркам хоккеисты. Возраст участников турнира старше 35 лет. Таков регламент соревнований. Мы из Бостона. Наша команда – это офицеры полиции и пожарного департамента. Мы уже выиграли Кубок в Торонто. И теперь попробуем свои силы в России. Тем более, что сыграть здесь, на Олимпийской арене – это просто мечта. Мечта протестировать Олимпийский лед стала реальностью сразу для восьми команд силовиков. В турнире принимают участие ледовые дружины и в Словакии, и в Швейцарии, и в США, и в России. Честь нашей страны защищают сборные ФСО, МВД, службы наркоконтроля и госкорпорации «Олимпстрой». Вот эта первая как раз игра, она и покажет, как дальше будут развиваться события. Но пока все вроде бы, организация довольно-таки неплохая. Выявить сильнейших силовиков, а главное – сплотить и установить дружеские связи. Такими задачи турнира видят организаторы. Вы в числе звезды российского хоккея, двукратный победитель Олимпийских игр Александр Мальцев и трижды чемпион зимних игр Виталий Давыдов. Я думаю, что не будем обращать на кто кого выиграет. Я думаю, что в этом турнире побежденных не будет. А победит та дружба, которая нам необходима, тем более среди силовых структур. Потому что в любой стране силовая структура является одной из ведущих, чтобы был порядок в стране. Тем не менее, как и в любой игре, финальный счет все-таки не менее важен. В стартовом матче Россия-США со счетом 5-7 победу праздновали полицейские из Бостона. Впрочем, у российских силовиков еще будет шанс набрать заветные очки. Несмотря на накал страстей, который царил на хоккейном поле, на трибунах, было тихо и спокойно. Зрительские кресла пустовали. Но это только сегодня на отборочных играх. Как обещают организаторы, уже завтра финальный матч Кубка Динамо. Здесь, в Ледовом дворце Большой, соберет около 3000 болельщиков. Сегодня и завтра утром еще продолжатся отборочные игры. А завтра ближе к вечеру состоится матч за третье место и финал, по результатам которого назовут имя счастливого обладателя Кубка Динамо. Кстати, спортивное общество в этом году празднует 90-летний юбилей.